Добрый день, коллеги. Исполнечный обязан с главным тренером футбольного клуба «Локомотив» Андрей Витальевич Фёдоров. Ваши комментарии по игре, пожалуйста. Ну, знали, как играет «Урал», и, в принципе, готовились к такой игре. Просмотрели игры, и самые большие опасения, которые мы предполагали, так и случилось. Пропустили два гола со стандарта. Ну, если сказать в целом по игре, я думаю, где-то результат закономерен. Но по той самоотдаче, которую сегодня проявили ребята, я думаю, где-то и могли дотерпеть. Ну, я говорю, результат закономерен. И сейчас для нас это каждая игра как финал. И мы говорили еще после ЦСКА, что тот уровень, который мы показали там, и организации, и единоборства, мы не можем опускаться ниже. И считаю, что сегодня мы повторили, а где-то даже чуть больше показали. Да, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу спросить одну вопрос. Просто. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты играешь очень старой фасшер. Я имею в виду, как... Ты всегда атакируешь. Деректируешь. Миранчук. Деректируешь. Миранчук. И не любые игроки, которые могут атаковать. Да. Один вопрос. Соответственно, ваша игра строится через атаку. В атаке играет, по сути, Миранчук. И другие игроки, но через них не двигается мяч. Я понимаю, почему, да? Ну, я бы не сказал, как у нас хорошая, квалифицированная группа атаки. И чтобы так только через Миранчука, я... Ну, мне, по-моему, такого не видно. Я не замечал. Просто он очень активный и хорошо открывает. И значит, что получает больше мяча. На, пожалуйста. Добрый день. Павел Белоев, европейско-азиатские новости. Вопрос немного с юмором, но тем не менее. Так вышло, что вы сегодня одно очко увозите из автогола защитника Урала. Не хотите ли вы там как-нибудь его, может быть, поблагодарить? Потому что для вас это очко, оно жизненно важное. Почему такой вопрос? Потому что в чемпионате есть какие-то нестандартные ходы. Я думаю, что вы знаете, как Владимир Свечевому там битсу футболисты Химок подарили. Потому что он после матча битсу футболисты Химок. Ну, такой вопрос. Нет, мы поблагодарим всю команду за то, что не бросили играть после 2-1, а нашли в себе силы и пошли в атаку и забили этот гол. Это не вина защитника Урала. Это заслуга наших игроков. ПОДПИСЫВАЙТЕМИ